Старшеклассники со всей страны участвуют в Олимпиаде по истории, которая проходит в Ульяновске. Всероссийская Олимпиада проводится каждый год по 24 предметам и включает в себя 4 этапа. Школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. В связи с эпидемиологической обстановкой Олимпиада будет проходить в непривычном формате. Ребята ожидают более сконцентрированная и сжатая программа. 4 насыщенных дня, 3 разнообразных этапа, которые помогут определить лучших из лучших. Мы с удовольствием встречаем и членов жюри, и гостей школьников Олимпиады, и сопровождающих. Конечно, для того, чтобы в ближайшие несколько дней эта Олимпиада у нас не проходила на нашей базе, на территории Ульяновской области, на территории нашего хронического университета. После официальной части финалисты сразу приступили к выполнению заданий первого письменного испытания, которое включило в себя создание двух больших текстов. Ребятам предстояло проанализировать исторический источник. По сути, это микроимитация той работы, которую проделывают настоящие историки. Затем участники приступили к написанию эссе. Им нужно было сформулировать свое отношение к высказыванию известной исторической личности. Во втором этапе запланирован тест, а третий, самый субъективный тур, будет разбит на два дня и пройдет в устной форме. Члены жюри проверят умения школьников анализировать историческую литературу. Готовились. У нас были учебно-тренировочные сборы от регионального центра. У нас были выездные школы. Конечно, это перелопачивание кучи литературы абсолютно разной. Это постоянное чтение. Это постоянный на олимпиадном сленге бот. Постоянная учеба. Для ребят подобного рода мероприятие не только возможность попытать свои силы, но и завести новые знакомства. В состав жюри Олимпиады вошли известные российские ученые в области истории. Профессора, доценты и учителя школ городов России. Сложность работы жюри на Олимпиаде в истории, с одной стороны, связана с тем, что мы имеем дело с довольно большим объемом письменных текстов. Работа члена жюри требует очень высокой квалификации, потому что в том же историческом эссе ребята должны обращаться к известным им литературе, исследовательским источникам. Разумеется, член жюри должен знать эту литературу. Как известно, в истории очень много неточных и порой даже спорных моментов. Поэтому жюри при оценивании работ должны руководствоваться не своим личным отношением, а умением участника аргументировать свою точку зрения. Разбор заданий, показ работ, прием и рассмотрение апелляций пройдут в дистанционном формате 28 марта. Победителей призеров назовут 29 марта на виртуальной церемонии закрытия. Победитель сможет поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю Олимпиады. Также у таких ребят появится возможность занять место в сборной команде Российской Федерации для участия в международных Олимпиадах. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.